С коронавирусом справились еще 89 ставропольцев. Общее число выздоровеющих в регионе превысило 234 тысячи. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров. За минувшие сутки выявили 79 случаев заражения. Новых летальных исходов не зарегистрирован. Не забывайте о мерах и ПИД-профилактике. Расходы краевой казны до конца года вырастут на 6 миллиардов рублей. Дополнительные средства удалось выручить благодаря перевополнению плана по собственным региональным доходам. Эти деньги пойдут на социальную сферу. Новый проект бюджета обсудили на совещании в правительстве Ставрополье. Как рассказала зампред правительства министр финансов региона Лариса Калинченко, больше полутора миллиардов выделили под выплаты семьям с детьми. 500 миллионов пойдут на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Еще 300 с лишним в дорожный фонд. Пополнится и резервный фонд Ставрополья. Выделяются средства на реализацию мероприятий по благоустройству территорий. Это более 350 миллионов рублей. 8 муниципальных образований, которые их получат. Собственно говоря, работы по благоустройству за счет местных бюджетов уже ведутся. То есть мы смотрим на календарь на улице. Но тем не менее, помощь муниципальным образованиям будет оказана. Обсудили на совещании помощь военнослужащим. Ставрополье продолжает доэкипировку бойцов, призванных по частичной мобилизации. Неравнодушные жители края перечисляют средства в фонд поддержки. Поэтому перед главами территории поставлена задача постоянно держать связь с призванными земляками. Каждый из вас, кто честно решил помогать фронту, отчисляя свою зарплату в этот фонд. Этот фонд он создан не для того, чтобы там поддерживать нам свои самолюбия, а именно для того, чтобы вот такие специальные задачи, которые перед нами ставят наши воины, решать. Есть ли запросы на прицелы, ночники, тепловизоры, квадрокоптеры. Я не знаю там, да любой. Не знаю там, надо будет танк покупать, будем искать этот танк. В следующем году в Татарке построят врачебную амбулаторию. Там обустроят отделение дневного стационара, кабинет неотложной помощи и процедурную комнату, сообщили в региональном Минздраве. Также закупят оборудование и мебель. Работы проведут по краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения. На участке трассы Александровская-Новоселецкая-Буденовск завершается ремонт автомобильного моста через реку Грязнушку. Специалисты обновили покрытие на путепроводе, заменили опоры, а также привели в порядок примыкание пролетов, сообщили в региональном Миндоре. Работы провели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В Донской балке обновили спортивную площадку. Вокруг объекта установили ограждение и дополнительное освещение, сообщили в Минстрое региона. Теперь все желающие могут играть в баскетбол и волейбол даже в темное время суток. Работы провели по губернаторской программе поддержки местных инициатив. Редактор субтитров А.Семкин